Топовое кино с новыми звездами. Четыре причины пойти на фильм «Анатомия падения». В украинский прокат вышел фильм «Победитель Каннского кинофестиваля», французский юридический триллер «Анатомия падения», если это до сих пор недостаточный аргумент. Чтобы посмотреть фильм «РБК Украина», проект «Эстилер», собрало четыре причины не пропустить кино в прокате, о победе в Каннах и других наградах. В третий раз за всю историю существования Каннского кинофестиваля главную награду получила женщина-режиссер. До Жустин три лауреатками «Золотой пальмовой ветви» становились Джейн Кампион в 1999 году за фильм «Пианино» и Джулия Дюкорна в 2021 году за «Титан». Но это еще не все. В Каннах один из актеров фильма также получил награду лауреатом «Зе Палм до Каварт», «Собачья пальмовая ветвь», стал пес Снуп, сыгравший собаку-поводыря сына главной героини. В прошлом году Канны почетно наградили «Пса Патрона», а до этого лучшими песиками экранов становились хвостатые любимцы Тильдой Свинтон и Аки Каурисмеки, «Бульдог из», «Однажды в Голливуде», и другие. После мировой премьеры в Каннах картину демонстрировали на ведущих фестивалях класса «А» в Лакарно, Торонто, Карловых Варах, Сандра Гюллер, «Новая европейская звезда». Главную роль исполнила обладательница «Серебряного медведя», «Берлинале» и премии Европейской киноакадемии Сандра Гюллер, «Звезда фильмов», «Мюнхен». «На пороге войны» и «Тони Эрдман». В этом году актриса представляла в Каннах сразу две ленты. Помимо «Анатомии падения», она также сыграла в «Зоне интересов» Джонатана Глейзера. А на «Берлинале» премьерился фильм «Сиси и я», где Гюллер сыграла королеву Сиси. Кадр из фильма «Анатомия падения», «Инклюзивность». В фильме затрагивают тему жизни в социуме с инклюзивностью. Сын главной героини потерял зрение из-за несчастного случая. Но женщина продолжает воспитывать его как здорового ребенка, он учится играть на фортепиано, гуляет со своим псом и будет присутствовать на суде, чтобы понимать, что произошло с его отцом на самом деле. Фильм во всех топах 2023 года. Западные издания с 1 декабря делятся своими топами года. Во многих из них уже можно встретить «Анатомию падения», в частности, редакция французского медиа Кайера с Дью Синма, где начинала как кинокритик такой режиссер как Мия Хансен Лев, поставила фильм на третье место. А в «Ошингтон-Пост» фильм занял 4 места. Единогласно на 7 места поставили онлайн-издание «Роллинг Стоун» и «Тайм-Аут», хотя собрали большие списки, «Топ-20» и «Топ-45». Среди 25 лучших фильмов по версии «Индиуайр» фильм занимает 8 места. Напомним, ранее уже стало известно о том, как изменились поисковые запросы украинцев за год. Кроме этого, недавно мы уже называли 5 мультиков, которые научат ребенка быть добрым.